Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, когда же снимать вино с осадка. Очень много различных мнений существует по этому поводу, у каждого оно свое, но давайте немножко разберемся и, как всегда, я поделюсь своим опытом. Итак, очень часто распространенное и бытущее мнение говорит о том, что вино надо снимать с осадкой часто и, в принципе, недели через две после того, как мы поставили на брожение, то есть сняли с мельги, поставили уже на брожение под затвор, недели через две обязательно надо снять с осадкой, иначе вино ухудшится вкус, прогоркнет, ну, куча последствий. Но это делать можно, ничего плохого в этом нет. Но наши дрожжи, они же тоже имеют вес, это микроорганизмы, но они тоже имеют вес, и со временем они опускаются на дно. И когда мы снимаем вино с осадка, мы очень сильно уменьшаем количество этих самых дрожжей. А если у нас еще там катаклизмы какие-то с температурами, с перепадами еще чем-то, брожение останавливается. И это самый частый вопрос, с которым сталкивается, ну, наверное, большинство, особенно начинающих виноделов. В принципе, ваших комментариев, они тому подтверждение. Снимать либо не снимать. Снимать можете, если хотите. Но при этом будьте готовы к тому, что брожение может остановиться, и тогда желательно что-то сделать. Конечно, когда они постоят, может что-то возобновиться. Ну, мы понимаем, что при остановлении одного процесса может за собой как раз-таки повлечь какие-то другие процессы, которые происходят. Мы же понимаем, что наше сусло нестерильное, там еще может быть множество различных других микроорганизмов. То есть для того, чтобы завести брожение, нам надо применять какие-то действия. Да, может быть, оно восстановится само, но в большинстве случаев мы начинаем там либо сахар сыпать, либо дрожжи еще добавлять, либо еще что-то, еще что-то. Так когда же снимать? Ну, повторюсь, снимать можете и через две недели. Пожалуйста. Но будьте готовы к тому, что брожение останавливается, и с этим надо что-то делать. Ну, в таком случае самый простой вариант – это, конечно же, добавить дрожжей, если они есть. Когда снимаю я? Вообще, тоже заботившись этим вопросом, ну, дальше есть другое мнение, что когда закончится брожение, когда наши затворы остановятся, тогда мы и снимаем с осадка. Ображение у нас может длиться от 3-4 недель до 1,5 месяцев, иногда чуть больше. Вот у меня первое то, что я поставила на брожение, полтора месяца, бродит, и еще пока что останавливаться не собирается. То есть второе мнение гласит о том, что ничего мы не делаем, пока процесс сам не остановится. Кстати, так делаю я. Я для себя пришла к такому выводу, что я не мешаю никаким процессам, пусть они бродят, пусть все стоит. Когда брожение остановится, тогда я сниму с осадка. Третий вариант говорит о том, что когда осадка образуется на дне от 2 до 5 сантиметров, в этот момент с осадка нужно снимать. У меня уже на самом деле в некоторых бутылях, где-то так и будет, наверное, пальцы на 3. Я уже не пойду сейчас показывать, я думаю, что это не столь существенно. Опять же, снимать можно. Будьте готовы к тому, что брожение в этот момент может остановиться. И идеально, конечно, завести его, чтобы потом оно уже становилось естественным путем, в тот момент, когда выбродил сахар, а не потому, что мы произвели какие-то манипуляции. Ну и, конечно, о том, насколько действительно вот этот осадок влияет на вкус. Ну, опять же, почему там каждые 2 недели мы снимаем, потому что вот оно сильно влияет на вкус. Рассказываю тоже сейчас свой личный опыт. Когда я снимала с осадка, то есть у меня 20-литровые бутыли, я сняла с осадка, понятно, что еще часть осадка, и понятно, что в процессе снятия, если сливать через трубочку, все равно где-то что-то немножко взболталось, и, скажем так, не так насухо мы сняли с этого осадка, как нам бы хотелось. В таком случае я вот этот весь осадок переливаю в какую-то меньшую емкость, еще его отстаиваю, еще немножечко сливаю. Ну, вот это вот, скажем так, осадочное вино я уже не пью, я его использую для приготовления пищи, для маринада мяса, ну, вот таких вещей. И вот с прошлого года у меня осталась такая баночка, ну, видите, сколько здесь осадка, я, конечно, уже отсюда слила вино, было его где-то на два пальца, ну, забыла, забыла, но в холодильнике стояла, вот с прошлого года простояла, и сейчас я думаю, ну, стоит, нам надо что-то попробовать вообще, что с ним произошло. Я слила это, ну, и, конечно, попробовала. Так вот, что я вам скажу, что глобально каких-то страшных вещей там не произошло. Да, ну, не сказать, что там супер вкусное, но таких тоже явных примесей, как горечь, что-то еще, особо нету. Хотя есть вторая баночка, в которой меньше осадка, а больше было жидкости, там появился такой легкий привкус, ну, как гнильцы и может. Ну, это год. Понимаете, это год. То есть даже в одной банке при, понимаем, сколько осадка, сколько было жидкости, практически, ну, чуть-чуть есть изменения, но они не глобальные. И вот во второй, да, изменения чуть больше, но это год. Поэтому вот этот вот месяц, например, пока у вас вино бродит, полтора, ничего страшного не случится. Если начинаются какие-то там процессы, прогоркание, еще чего-то, они могут быть. Вино — это же его организм. Тут уже связано, ну, не совсем с осадком. А с другими процессами и снятием с осадка не факт, что мы, как бы, убережем от появления этой горечи, либо там от уксусного брожения, либо еще от чего-то. Ну, и подводя итог, когда снимать? Как всегда, я вам говорю, что решение вы принимаете самостоятельно. Я вам рассказала свой опыт раз, и я вам рассказала нюансы и ошибки, которые могут возникнуть, если мы снимаем раньше. То есть, если сняли раньше, будьте готовы к остановке брожения и к тому, что его надо как-то возобновить. Как возобновить? Еще раз повторю, значит, либо дрожжи добавили, либо можно попробовать. Я в одном из видео, где я рассказывала про остановку брожения, этот способ показывала. Отливаете кружечку буквально вашего сусла, подогреваете, можно в микроволновке хорошенько, до такой нормальной, теплой температуры, даже горячей, можно сказать. Туда ложку сахара, чайную столовую без горки, то есть немного. Оно зашипит, все это активно переболтали, назад влили. И саму бутыль тоже поболтайте. Оно работает как катализатор, то есть дрожжи начинают активизироваться. Пробуйте этим. Ну, либо не трогайте вообще, дайте вину спокойно отбродить, и тогда уже снимете с осадка. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите своими, не задавайте вопросы. Также под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю ссылки на другие полезные видео, которые, уверена, что вам могут пригодиться. Ссылку на мой сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда и на мои контакты. До новых встреч. Пока.